Музыка Между пароходными фирмами в Самаре вследствие отсутствия объединений пароходств в синдикат В текущем 1914 году уже началась усиленная конкуренция на почве приема грузов В результате этого некоторые пароходства уже начали принимать грузы по ценам, значительно пониженным против прошлогодних Пароход летит стрелою, грозно мелет волны в прах И дымя своей трубою режет след в седых волнах Судя по тем фактам, которые приходится наблюдать в последнее время На Волге происходит постепенное вытеснение крупным капиталом мелкого пароходства Так, восточное общество фактически слилось с пароходством общества Кавказ и Меркурий И в этот же крупный синдикат влилось товаропассажирское общество Кашиной Всю зиму говорили, да и теперь еще не перестали мечтать об объединении пароходства самолет с фирмой братьев Каменских А на днях в Саратове открыло свои действия Волжско-Камское пароходное товарищество, которое объединило в себе несколько частных пароходств Банки, в свою очередь, также активно скупают акции частных пароходств И может быть в ближайшее время именно они, банки, станут главными пароходчиками на всей Волге Мелкие же пароходчики сходят со сцены, так как в одиночестве они бессильны Они понимают это и сами Именно поэтому в ближайшее время собирают в Нижнем Новгороде съезд мелких буксирных пароходчиков С целью объединения в синдикат или в другое крупное предприятие Сегодня перед ними стоит вопрос, жизнь или смерть Слабым на Волге места нет И понимая это, они мечтают об объединении Сумеют объединиться, может быть и выживут Но они сумеют, тогда их проглотит новая капиталистическая волна волжской жизни В нынешнем 1914 году навигация в Самаре открылась на 8 дней позднее, чем в прошлом Первые пароходы пришли снизу в пятницу 11 апреля А на следующий день в субботу пришли и пароходы сверху Лед шел до полуночи 14 апреля, а затем прекратился И уже 14 апреля на Волге не было ни одной льдины Вода на Волге и Самарке прибывает очень медленно На косе она только еще подошла к нефтяным бакам И затопила грузовые платформы волжской железнодорожной ветке А на Самарке еще остается незатопленной луговая сторона Тогда как в прошлом году в это время был уже почти полный разлив С первыми пароходами в Самаре была получена партия копченой и вяленой рыбы По цене от 2,5 рублей за сотню и выше Вместе с открытием навигации Волжские берега оживали с пароходами В Самару прибывало большое количество рабочего люда Который разбредался по округе с целью переискания работы Начиналась погрузка зерна и муки на баржи А еще город наводнялся большим количеством новостей и слухов Которые приходили как сверховьев, так и снизовьев Волги Были среди этих новостей и слухов анекдотические Но были и тревожные И среди последних новости о волжских авариях Так, 12 апреля 1914 года На первый же день открытия навигации возле Симбирска Произошла авария с участием парохода Общества Кавказ и Меркурий Этот пароход назывался Владимир Пароход должен был следовать вниз по Волге Но, отойдя вечером от Симбирского берега Он наткнулся на неоконченный еще бык железнодорожного моста Получив пробоину в Баку С быка пароход снимали казенные пароходы Которые и отправили его на береговой песок А год спустя авария произошла у города Балакова Где пароход «Москвич» Волжско-Камского пароходного товарищества Наткнулся на дебаркадер Общества Кавказ и Меркурий При этом «Москвич» серьезно повредил себе носовую часть Что же касается дебаркадера То он отделался легкими повреждениями А вот пароход Елизавета Торгового дома Рейники и Сыновья В эти же дни попал в такую неприятную историю Пароход вел баржу, огруженную пшеницей И надо же было случиться тому, что баржа получила повреждения В левой носовой части парохода Какой-то плавучий предмет В результате часть груза была подмочена А пробоину пришлось временно залить цементом 27 апреля 1915 года В 11 часов вечера Теплоход «Царь Михаил» Следуя вниз по реке Волги Ударился серединую правого борта А четвертый бык Симбирского железнодорожного моста Причем разбил стенку и получил пробоину в корме После этого столкновения пароход выбросился на городской берег Выше мостовой Симбирской дамбы В машинное отделение парохода набралось около оршина воды Которую пришлось откачивать камеронами казенного парохода Стерегущей и двух частных пароходов Несчастий с людьми не было К счастью не произошло ничего нехорошего И с тем пароходом, который шел летом 1914 года Вниз по Волге к Самаре И вез юную и влюбленную в Телегина Дашу Дарью Дмитриевну Булавину Когда пароход отчалил И, описав полукруг, пошел вниз Навстречу ему двинулись берега Из-за бугров, точно завалившись за них Выглядывали потемневшие крыши Еще раз Из-за бугров, точно завалившись за них Кое-где выглядывали потемневшие соломенные крыши исп А в небе стояли кучевые облака с синими днищами И от них в небесно-желтоватую бездну реки Падали белые тени Даша сидела в плетеном кресле Положив нога на ногу Она обхватила колени И чувствовала, как эти облака Струи воздуха, пахнущие полынью И еще какими-то травами текут сквозь нее И ее девичье сердце наполнялось радостью Вот мимо плыл высокий берег С атласно-зелеными полосами пшеницы И розоватыми зацветающей гречихи А дальше были видны приземистые избы И десяток простых деревянных крестов сельского кладбища А еще дальше шестикрылая, как будто бы игрушечная мельница с проломанным боком Вдоль круче за пароходом бежала стайка мальчишек Бросавших в него камни, которые не долетали даже до воды Но вот пароход повернул И впереди остался только берег с низким кустарником И коршунами, кружившими над ним Прокатиться по Волге в 1914 и 1915 годах Можно было на пароходах нескольких обществ Объявления и афиши которых чуть ли не ежедневно помещали Все выходившие в это время в Самаре газеты Общество Кавказ и Меркурий Срочное почтово-пассажирское движение Между Астраханью, Рыбинском и Перемью А также по Каспийскому морю Пристань общества располагается под Панским спуском Легко-пассажирское пароходство «Самолет» Отправляет пароходы ежедневно в Астрахань в 1 час дня И в Нижний Новгород в 6 часов вечера В Рыбинск без пересадки в Нижнем Новгороде В 8,5 часов утра И до Саратова в 10 вечера Акционерное пароходное общество «Русь» Содержит пассажирские рейсы Между Рыбинском, Нижним Новгородом и Астраханью Отход из Самары ежедневно в 2 часа дня И в 8,5 часов вечера Первое пароходное общество по Волге Приглашает прокатиться на пароходах Княгиня и Граф А также воспользоваться новейшими пароходами Императрица Александра, Баян, Витязь, Графиня и Гражданин Все пароходы с оригинальной внутренней отделкой Всеми новейшими усовершенствованиями И исключительным для удобства Господ пассажиров Комфорту Увы и ах Но привлекая клиентов Пароходные общества Привлекали и тех Кто был не прочь поживиться За чужой счет Поэтому на протяжении Всей навигации Местные газеты Пестрели сообщениями О кражах Которые совершались То на одной То на другой Пароходной пристани 20 июля 1914 года Агент пароходства по Волге Сообщил о краже Из запертого стола кассы 456 рублей И 74 копеек Своё подозрение Агент заявил На бывшего кассира Ерёменко Который был призван На военную службу Но видимо Решил напоследок Полакомиться Чужими деньгами А вот кто решил Полакомиться За счет Некоего Шпигеля Так и осталось Неизвестным Огорченный Шпигель Заявил Полиции О том что При сходе С парохода На одной из дачных Пристаней Неизвестный Украл у него Из кармана Брюк 145 рублей Годовой паспорт И разные деловые бумаги Что же касается Полиции То посочувствовать Шпигелю Она Разумеется Посочувствовала Но вот чем Могла помочь Этого Никто В том числе И полицейские Не знали Гораздо Больше Повезло Агенту Пристани Кавказ И Меркурий Который В июне 1915 года Заявил О краже У него Излабаза Разного Имущества На сумму 46 рублей По подозрению В краже Были Задержаны Самарские Мещане Иван Коргин И Яков Семенов Все похищенное Было Отобрано У них И возвращено Счастливому Потерпевшему Побуянив Смолкла Буря В бухте Стал Наш пароход Мрачно Голову Понуря Видя Суетный Народ С вами Был Михаил Перепелкин Редактор субтитров